Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу. И наносили удары в том числе и хаммерсами. Причем, наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо, понимаете, три. Им поставят все. Они будут все равно поставлять. А им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и аборусы в свое время придут. Все, им дадут все. Украина официально подтвердила, британские танки Challenger 2 уже находятся в стране. Видео техники под украинскими флагами опубликовал министр обороны Алексей Резников. И добавил, что скоро машины приступят к выполнению боевых задач. Но, впрочем, это не единственная военная помощь, которую Киев получил от партнеров в последние дни. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете. Бен — это министр обороны Великобритании Бен Уоллес. А отличная вещь — танк Challenger 2 — основная боевая машина Объединенного Королевства. Британия стала первой страной, объявившая о поставках западных гусеничных танков в Украину. Изначально Лондон готовился передать Киеву 14 танков. Но позднее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, их будет вдвое больше. Украинские экипажи, проходившие обучение на Challenger'ах, накануне вернулись домой. Британская пресса предполагает, что эти военные и новые танки будут активно участвовать в готовящемся контрнаступлении. Первая партия танков «Леопард-2» накануне также пересекла украинскую границу. Об этом заявил канцлер Германии. Олаф Шольц при этом подчеркнул — помощь Украине на этом не заканчивается. Мы поддерживаем Украину политически и финансово, поставляя оружие и помогая с военной подготовкой. Германия и Нидерланды совместно поставили БМП и боеприпасы. А в настоящее время готовятся вместе с Даней поставки основных боевых танков «Леопард-1» для дополнительной поддержки Украины. Германия и Великобритания — не единственные члены НАТО, пообещавшие передать Киеву танки. О том, что Киев получит «Леопарды», объявила Польша. Другая машина, которую очень ждут в Украине — американский танк «Абрамс». По последним данным Минобороны США, машины могут попасть на передовую уже осенью. Прекрасно понимают, что они победить Россию не могут. Ну, надо быть полным идиотом, чтобы это сделать. Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО. Теперь для официального приглашения Финляндии в Альянс не хватает только решения парламента Турции. Там проголосуют уже на этой неделе. Финляндия вместе с Швецией подали заявки наступления в НАТО почти год назад. До начала войны в Украине обе страны придерживались политики нейтралитета, но решили вступить в НАТО из соображений безопасности. Чтобы принять любую новую страну в Альянс, необходимо согласие всех остальных его членов. До последнего времени за выступали 28 стран из 30. Не хватало согласия Венгрии и Турции. Анкара изначально заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Главная претензия — это то, что обе страны поддерживают рабочую партию Курдистана, которая в Турции считается террористической. Но позже Анкара заключила соглашение по безопасности и со Стокгольмом, и с Хельсинки. В рамках этого договора Финляндия и Швеция пообещали экстрадировать в Турцию мигрантов, которых Стамбул обвиняет в терроризме. Вот скажите, сейчас говорят о том, что Финляндия собирается вступить, и Швеция собирается вступить в НАТО. У нас граница была со странами, входящими в Североатлантический альянс, 1200 километров, а сейчас будет 2500. Как вы думаете, это успех спецоперации в Украине российской? Да я как-то не связываю эти два события. Вряд ли мы им угрожаем, Швеции и Финляндии непосредственно мы им угрожаем. Я думаю, что это вряд ли. Нет таких планов. Поэтому их действия, ну, мне непонятно. М. Президент, вы были угрожены в НАТО, вы думаете, что это мог быть виден как провокативный гестер от Владимира Путин? Что произошло на 24 феврари, которое продолжает, что угрожает большая война Россия имеет в Украине, вероятно, это тоже изменило. Это не связано. Финляндия вступает в НАТО, а спецоперация в Украине – это две разные вещи, да. Но до начала спецоперации Финляндия не собиралась вступать в НАТО. Она вступает туда, чтобы обезопасить себя от вторжения России. Но спецоперация направлена не на вторжение. Да, спецоперация направлена все-таки на... Помощь? Помощь? Денационализацию. Нет, не помню. Ну, помощь республикам. Да, помощь республикам от... Донецка и Луганска. Освобождение Украины от нацизма. Ну, считай, это не связанные вещи. Понятно, что, да, Финляндия боится за свою безопасность, но... Другого выхода не было, наверное, у России. Мы не могли поступить как-то иначе. Вот происходит теперь то, что происходит. На российском Геббельс ТВ не скрывают радости от ракетной атаки по Украине. Радуются, но им еще мало. Добавки просят. Послушайте это недоразумение. Меня сегодня порадовало, на самом деле, то, что сегодня происходило утром. Да, то есть сегодня нанесение очередного удара. То есть, во-первых, удар был нанесен, опять же, по энергосистеме. Разрабрались с ПВО. Разрабрались они с ПВО. Со своим ПВО тоже разрабрались на аэродроме Энгельс. Так что убрали свои бомбардировщики за Урал. Очень серьезный нанесен удар по интернету. Очень серьезный удар нанесен по интернету. Особенно по Старлинку. Система коммуникации тоже должна запрыгать. Система коммуникации должна запрыгать. Ой, знал бы ты, сколько терминалов Старлинк сейчас уже установили украинцы. И сколько ждет своих получателей на почте. А сколько еще идет в Украину. Точнее, летит, плывет, движется всеми возможными способами. То есть не надо нам оставлять возможность управляться извне по системам коммуникации. Но чего-то не хватает упырю на Геббельс ТВ. Хочет еще по мостам, по железнодорожному депо. Но что мне не хватило, это оставшиеся мосты. Это львовское депо. Там, где вагонная, локомотивная, перегрузка. Видимо, это, по мнению нервного дяденьки, предчувствующего прилета в пятую точку, как Рогозину, должно заставить гордых украинцев встать на колени перед московскими упырями. Львовское депо, там, где вагонная, локомотивная, перегрузка. Да не должно его существовать. Не должно. Тебя не должно существовать вообще на этой планете. Тогда мир будет немножечко лучше. В нем будет меньше вони от говна, которое изрыгает это существо. Да не должно его существовать. Не должно. Ребята, которые в 2014 году выходили на антимайданы и кричали «Россия! Россия! Россия!» Вот они сейчас воюют против нас. В России продолжают ломать голову над тем, как же так вышло, что вместо обещанного захвата Украины за три дня получился кромешный позор. Чтобы понять причину такого эпичного провала, пришлось подключать по-настоящему серьезного интеллектуала, бывшего народного депутата от партии регионов Олега Царева. На ваш взгляд, вот если положить руку на сердце и проанализировать то, что мы видели и видим в происходящем, Россия недооценила противника? Очень много было, если мягко формулировать, самообмана. Больше всего мне нравится, когда люди, которые годами придумывали истории про глупых карикатурных украинцев, рассказывали, как мы тут будем с цветами все встречать российскую армию, рассказывали, что украинцев вообще никаких на самом деле не существует, что Украина выдуманная страна, теперь не могут понять, как же так вышло, что они нас недооценили. Ну, понимаете, люди старались, придумывали анекдоты, а это почему-то не помогло. Мне кажется, очевидно был план взять под контроль Киев и закончить эту спецоперацию в короткие сроки. Но мне кажется, что ошиблись все. Ну, понимаете, они просто ошиблись. Хорошо, так что пошло не так? То есть прогнозировали одни, прогнозировали и другие, моделировали, да, в общем-то, ситуацию, которая совпадала. А в чем тогда феномен? Что произошло? Ну, все ошиблись. Просто ошибочка вышла. Светило аналитики типа Олега Царева подумали, что смогут взять Киев за три дня и немного не рассчитали. Убили десятки тысяч украинцев, положили десятки тысяч своих солдат. Просто ошиблись. С каждым бывает. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. Продолжение следует...